Девушки отдыхают 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 Это великолепное интервью, потому что, ну, я думаю, мы можем, в принципе, сказать, что действительно все ребята вчера были на вечеринке, и в СК Гейминг стали чемпионами, выиграли 100 тысяч долларов, и имели полное право немножечко погулять, но я думаю, они готовы к матчу. Да, и вы рассказали, что это ваш камбэк на этот стадион. Да, 11 лет назад я здесь комментировал матчи чемпионата мира, и здесь была игра Англия-Швеция, в частности, поэтому до сих пор для меня здесь вот такой запах футболистов того времени. А меня спросили про выпивку, какой вот запах после вчерашнего автор партии сегодняшних участников. Ну, я сказал так неумело, что все для меня пахнет водкой, стараясь соответствовать образу русского такого страшного. Меня поправили, сказали, что пили джин, посмотрим, как это отразится на игре сегодня. Ну, я не думаю, что есть большая разница в подготовке, скажем, там, если пьешь джин и если пьешь водку. Ну, мы понимаем, что на самом деле игроки прекрасно и очень серьезно отнеслись к этому матчу. Мы видели, они заранее приехали, разминались. А меня Себастьян, ведущий, спрашивает, как же так? Вот Германия выиграла, мы помним, этот матч у Бразилии 7-1, а сейчас они в одной команде. Но я сказал ему строго, что вообще это потрясающее сочетание. Убийственная смесь, и если они не передерутся между собой на поле, то они могут победить любого. Германия плюс Бразилия. Да, кстати, опять-таки, разговаривая о том матче, давайте интервью все-таки с Фоллином, послушаем. Габриэл говорит, что мы решили поиграть, потому что мы любим игры, любим играть в футбол, в принципе. И, собственно, когда Паша бросил нам вызов, мы даже не думали об этом. Два-три твита меня просто вывели из себя, давай это сделаем. Мы с ним договорились. Скорее всего, выиграет лучший. Я играл в футбол несколько лет назад, когда еще был в школе, когда я еще жил в Бразилии. Я был неплох, я был неплох, поэтому я уверен в себе. Это Алекс Мюллер, Сио. Сио отвечает, что нет, мы сразу после турнира поехали в офис. Офис, кстати, СК находится здесь, в Кёльне. Мы не ездили на автор-пати, мы готовились, не было никаких напитков. Счет 7-1, 7-1 прогнозируем. Ну и Паша говорит, я не знаю, какие мои скиллы сейчас, я несколько лет уже не играл. Поляки были на партии, посмотрите им в глаза. Да-да-да, поляки. Действительно, ну на самом деле из поляков был только Филипп Нео, его еще не показали. А может я просто их не видел, кто его знает. Так вы были на партии? Да, я приехал посмотреть, но мне надо было подготовиться, как репортажер. Это ставит нас в неравное положение, Вилат. Я приехал посмотреть, кто там будет, чтобы знать, что сегодня в эфире рассказывают. Как разведчик, понятно. Разведчик, да-да-да. Ну вот Виктор Войтас говорит о том, что я готов, и он действительно готов. Вот он, трофе. Вот рядом с трофею ESL One, выигранным вчера. Этот трофей смотрится, скажем так, не так внушительно, но с другой стороны, это будет первый футбольный кубок в офисе или Sky, или Virtus.pro. Посмотрим, посмотрим. На наших глазах творится история, Вилат. Да, это первый в истории футбольный матч международный среди киберспортсменов. Трансляции на разные страны. У нас был брифинг комментаторов, там были канадцы, австрийцы, украинцы, там немцы, англичане, были все. Да, действительно, это история, действительно, это очень круто. И вообще присутствовать, быть частью этого всего, действительно, интересно. Мы видим, как интересно у нас рефери сразу, как в хоккее, да, как в NHL это делают. У них эти камеры на шлемах. Здесь мы видим, у нас будет футбольный рефери, тоже с камерой, поэтому, наверное, будут какие-то интересные моменты нам показывать с его камеры. И микрофоны у некоторых игроков, да, вы видите. Ох, сейчас мы наслушаемся, друзья. Я бы мечтал, чтобы такое было в большом футболе. Совсем по-другому мы бы узнали наших игроков. Что будет здесь? Одна команда – это бразильцы плюс немцы. Это тот самый SK Gaming, да? Бразильц – гремучая смесь, как я уже сказал. А другая в черной форме – это Virtus.pro. Это старейшая киберспортивная организация в России 2003 года. И вот состав Virtus.pro. Ну что, скажем, назовем этих героев, да? Да, 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 представляете. Восьмой номер – Филипп Кубский или Нео. Одиннадцатый – Виктор Войтас или Тасс. Девятый – Роберт Ливандовс. О, нет, это у меня с Лиги Чемпионов протокол. Януш Погожельский. Десятый – Ярослав Яжомбковский. А Погожельский снакс, это Паша Бицеп Яжомбовский. Первый номер – Глеб Чернявский. Особый разговор про Глебке. Это наш человек. Третий – Иван Тепухов. Паранойя. А паранойя тоже отдельно. Тринадцатый – Давид Янжиевский. Джуниор. И седьмой – Якуб Гурчинский. Кубен. Вот это состав Virtus.pro. Ну, по ходу дела, будем вас и с бразильцами, и с немцами знакомить. Я вам хочу сказать, что наш человек здесь. Глеб Чернявский. Глебке. Первый номер. Вратарь. Стоит на воротах. И действительно, интервью он у вас взял, насколько я понимаю, два дня назад. Вы его можете найти. Он есть и на сайте Virtus.pro, и на Киберспорт.ру, и на Спорт.ру есть. Ну и вот они, бразильцы и немцы. Ну давайте. Семнадцатый номер. Фергот, 33-й Фоллен, 11-й Голд или Джеладо, 7-й Фелпс, 10-й Тако. Есть немцы. Первый номер. Untouched 3D. Какие имена? Второй. The Slash. И пятый. Кейн. Бенджамин Кейн. Ух ты. Ну а полные имена бразильцев мы вам, конечно, представим, когда по ходу матча уже. Мы знаем всегда, что есть Габриэль Толедо. Фоллен. У него самое простое имя из всех игроков из Бразилии. Но вот, если честно, имен других игроков я даже и не знаю. Вот такой вот у нас киберспорт. Имен не знаешь, знаешь только никнеймы. Габриэль Толедо, 33-й номер, он же будет как аж с микрофоном. Потому что именно он принял вот этот вызов, который бросил ему Паша Бицепс. И оба они с микрофонами. Посмотрим, как они будут разбираться между собой на поле. На самом деле они, понятное дело, друзья. То есть они нормально общаются, они дружат. Но ради такого можно было бы и по, скажем так, в социальных сетях немножечко повоевать. Скажем, на публику. На самом деле это товарищеский матч. Ну что же, гейм тайм. Начинается игра буквально с считанные минуты. Мы видим, вот из раздевалок выходят игроки. Пока еще не начался матч. Вот вопрос к вам, Виктор. Какие вот этот матч, это история для целого киберспорта. Но он довольно своеобразный. Какие еще своеобразные вещи вам доводилось комментировать? Вот в футболе. Именно в футбольные матчи. Футбольные матчи? Да, именно в футбольные матчи. Интересные футболи. В футбольные матчи я комментировал все. И пляжный футбол. И даже пытался комментировать для сборных бомжей. Да, везде, где мы хороши. Разные виды футбола. Мы в большом футболе не очень. А вот в этих всех подразделениях футбол для инвалидов. С большим уважением к нему отношусь. Много разных футболов. Когда-то я комментировал забег свиней. Вы не поверите. Но это к футболу не имеет отношения. Никакого... Это не о Спартаке, друзья. Нет-нет-нет. Настоящие свиньи. Настоящие. Спартак чемпион. В общем, этот матч не выделяется, в принципе, чем-то особенным. Вот они, игроки уже на поле. Мне очень интересно, будем ли мы в нашем эфире слышать Пашу и Полина. Но было бы очень интересно действительно послушать, что эти ребята будут прямо во время игры рассказывать. Ну и вот она. А, кстати, смесь, вот продолжая тему счета 7-1, когда у Паши первый раз спросили, как вы сыграете, он сказал, ребят, немцы, бразильцы в 7-1 переиграли, а через месяц мы этих немцев 2-0 в Польше убрали. Поэтому какие бразильцы? Поляки намного сильнее. Но Паша Битцеп, мы знаем, что он ломает перекладины ударом. А здесь он пообещал сломать перекладину ударом через себя, чего не было никогда в реальном футболе. Обратите внимание, сейчас они вышли все, это не значит, что все эти люди будут одновременно на поле. Это вместе с запасными. А вообще игра пойдет 5 на 5. Это по правилам даже мини-мини футбола. От бортиков бить нельзя. Если мяч уходит за линию, то аут. Приветствуют друг друга. Пока все очень дружелюбно. Пока. Ну, я думаю, что будет сейчас какие-то попытки. Мы же понимаем, что это реальный футбол, то есть это травматичный вид спорта. Это вид спорта, где они друг друга жалеть не будут, так как они друг друга не жалеют, играя в Counter-Strike, соревнуясь на своем профессиональном поприще. Ну, посмотрим, посмотрим, как будет здесь. И мы знаем, что Глебке будет стоять на воротах у команды Virtus.pro. И интересно, кто же выйдет в старте. Вот это самое интересное, кто же выйдет в старте. Будет ли это четверка поляков, то есть игроков или же как-то по-другому выйдут со старта. Ну, то, что я сейчас вижу, что как раз таки паранойя. Это, кто не знает, паранойя это украинский игрок Virtus.pro, но состава по League of Legends. Он садится на скамейку запасных, также Филипп Неокубский садится на скамейку запасных. И Кубен тоже начинается скамейки запасных. Но 5 на 5 это включая вратарей. То есть здесь не великолепная пятерка и вратарь, а великолепная четверка и вратарь. И матч идет в формате два тайма по 20 минут с небольшим перерывом. В желтых перчатках Глеб Чернявский, наш вратарь, российский парень. До 17 лет играл за торпеды ZIL, за московское Динамо. И вот такой полупрофессионал, да, в воротах, наследник Льва Яшина. Ну это серьезный, это серьезный поворот. Тут поляки подшучивали над ним, что твой никнейм Глебки очень в Германии, как для вратаря, неплох, потому что созвучен с Кепки, с тем самым Никитаром. Андрей, с Кепки, конечно. Пусть будет Глебки. Пусть Глебки. Пусть Глебки, чтобы немцам понравилось. И вот эта четверка. Два лысых, два мощных. Какой состав у поляки. Посмотрите на эти лица. Почему он взевает? Ну не выспался, наверное, Снакс. Снакс будет играть в нападении. Все хотели, чтобы Снакс стоял на воротах, как самый крупный, самый большой игрок Virtus.pro, чтобы на воротах чем больше места, чем больше человек, тем больше места закрывает, как в дворовом футболе. Но Снакс играет в нападении. Вместе с Пашей Бицепсом в защите Кубен. И Таз, и Глебки на воротах. Это стартовый состав. И вы посмотрите. Девятый Снакс и десятый Пашей Бицепс. Это дуэт на устрашение. Это дуэт на устрашение. Против них действительно страшно. Против них действительно страшно выйти. Бразильцы уже нервно смеются. Что-то будет. Составы на ваших экранах. Все ждут. Как раз это стартовый состав. Глебки, Кубен, Снакс, Паша, Бицепс и Таз. И в запасе у нас Джуньор, аналитик команды Virtus.pro, Нео и Паранойя. Ну и сейчас, наверное, нам еще состав стартовый бразильцы дадут. Тут мы видим Untouched и три игрока. Phelps, Cold Zero и Fallen. Майкл Phelps. Это знаменитый пловец. Внимание. Что-то будет. Контру или Лига Легенд. Настало время узнать, как это делают профессионалы. Репортажи и стримы. Записи матчей и самые яркие моменты. Вся информация об игроках и командах. Эксклюзивные интервью и секреты успеха чемпионов. Все это Cybersport.ru Ну что же, начинается прямо сейчас матч между Virtus.pro и SK. И, господа, мы стали свидетелями истории. Это первый в истории футбольный матч между киберспортивными командами. Начали как раз с Nex и Паши Бицеп. Я не знаю, разыгрывали ли они начало. Или просто они сказали, мы начинаем, и никто не мог им возражать. Была монетка. Нам еще показали, как сбрасывали монетку. И сразу опасный момент сейчас есть. Кальдзера с мячом. Но не получается у него ударить поворотом. Да и не пытался он особо. О, уже видно, что бразильцы, бразильцы. Смотрите, впрессинг какой. Но не успел сохранить мяч на линии поля. И аут. Аут руками или ногами сейчас. А, вот так вот. Вот так. Как бильярд, да? Ну, по сути, да. Боулинг даже, я бы сказал. Я думал, что будет как в мини-футболе. То есть ногой будет водить мяч. Ой, хороший заброс. Попытка тут от Паши Бицепса. Но выходит, антачит и забирает мяч в руки. Очень интересно. Бразильцы сразу заявили, что они будут играть быстро. А поляки будут пытаться так вот забрасывать. Антачит, это Валерий Киров. В воротах видеопродюсер. СК Гейминг. Но внимание, атаки бразильцам. Ой-ой-ой-ой. Глебушка, тащи. Ну, как же красиво. Фоллен отдал пас. Не смотрел он. Посмотрю, что получится у поляков. У поляков пока ничего не получается. Неожиданная стенка. Попытка сыграть в стенку. И прессингует уже Снакс. Девятый номер. Основной снайпер, универсал. Это я говорю уже о его игровых качествах на экране. Да, они особо не отличаются от его качества внутри игры в Counter-Strike. Смотрите, как в отборе работает Снакс. И действительно, как и обещал он в социальных сетях, он будет играть в нападении. Но нужно... Снакс, вы чувствуете, как... Ему кричат... Бей! Бей прямо отсюда! Таз, Таз побежал. Вот они поменялись. Поменяли остановку. На какое-то время Снакс остался в защите. Прессингует Паша Бицеп и едва у Кейна не отбирает мяч. Опасный был момент. Паша попытался сделать рывок. Почти забрал мяч, но не получилось. Ну и опять мы видим в атаке Фелпс. Но не получается у него опять-таки пройти. Маленькое, маленькое все-таки поле. Не хватает немножечко сейчас ширины, наверное, для того, чтобы... Для таких людей, широкой души людей, конечно, это маленькое поле. Давайте раздвинем немножко по второму тайму. Это было бы, кстати, неплохо. Но тогда мы залезем на поле. Если разодвинуть бортики, это будет неважно. Ну, вы знаете, при всем уважении к играющим командам, я думаю, если бы мы вышли сейчас играть, особо разницы не было. Потому что пока команды явно показывают, что вчера была очень хорошая вечеринка. И, скажем так, начали этот матч с разведки соперника. С мячом Фелпс. Оп, попытался сыграть Наполина, но не получилось. Так, Паша, Паша. И теряет сразу мяч Паша, забирает у него Кейн. И будет новую атаку организовывать. Что творят сейчас бразильцы? Но спасает Глеб Кейн. И потом штанга нас выручает. Нас, потому что, ну, Виртус Про, я сказал, что это наш. Конечно, мы болеем за Виртус Про. Вы смотрите, еще раз. Повтор, у нас есть повтор. Ох, какой пас. И ногой Глебке выбивает. И повторный добить. И мяч летит мимо ворот. Да, вот это атака. Пока дважды очень круто сыграл как раз-таки Глебке. Мы его, наверное, и так будем называть, раз он в Германии, да. И дважды спас команду Виртус Про. Ну, и пока счет 0-0. Начинает понемногу разыгрываться команды. Снакс. Снакс. Будет ли сбрасывать кому-то, либо будет бить сам. Снакс. Бицепс, а коварный удар в угол. Хороший вратарь. Он тачит. Видеопродюсер. Нам показывает повтор удара Кубина. И очень-очень качественно сыграл. Да, но это непонятно, зачем он вообще видеопродюсирует. Ему нужно сыграть в воротах. Опа, с какой. Катнул. И пробил мощно Кубин. Я удивляюсь, если честно, качеству трансляции и повтором. С хорошей стороны. Я не ожидал, что настолько красиво все будет сделано. Ну, браво организаторы. Я удивляюсь качеству комментария. Это однозначно. Это однозначно. Ну что, Паша Бицепс опять с мячом. Мы видим, замена уже произошла. В составе Виртус Про Кубин сел отдыхать. Местный днём вышел Джуниор на поле. Замены проходят, как и в хоккее. В принципе, без паузы. В любой момент игры. Но у нас мы ждём паранойю. В хорошем смысле ждём маленького паранойю. Как принял мяч на грудь поляк. Поляки умеют и любят принять на грудь. И удар. Вытаскивает Глебки ногой. Вот он, смотрите, Глеб Чернявский. Я думаю, менеджменту Торфето Зил сейчас должно быть немножечко не по себе. Потому что не досмотрели, какого игрока. Ну, тут с Накса переиграл Кейн. А менеджменту Динамо. То, что это уровень-то премьер-лиги. И там Торфето Зил здесь ни при чём. И что такое. И там и штанги помогают. И всё пока помогает нашей команде. Побежал Паша Бицепс. Первый свисток. Первый свисток арбитра. Опять-таки нарушал правила кто-то из бразильских игроков. Фоллэн сейчас сел отдыхать. Ну, и ротация игроков у команды СК проходит быстрее, чем у поляков. Потому что я вижу, появляется The Slash на поле. Это директор организации с самого-самого её начала основания. То есть почти 13 лет. Опять опасный момент. Всё атакуют, атакуют бразильцы. И у команды Virtus.pro вышел Иван Тепухов. Третий номер. Тот самый маленький паранойя. Украинский парень Иван Тепухов. Вот за него мы будем болеть. Действительно. Тут юркие парни на таком маленьком поле нужны. Он не вписывается как-то в общую концепцию игроков Virtus.pro. Ну, конечно, понимаете, я вам говорю, Вилат. А чем меньше паранойя, тем лучше. Ведь правильно? Это логично. Это абсолютно правда. Так, ну что, смотрим. С Макси в защите отрабатывает. И мы видим, мяч остаётся у Virtus.pro. Когда Virtus.pro играют в Counter-Strike, все привыкли. И всегда только называют их как польская команда. Но здесь на самом деле это не совсем польская команда. Это российская организация с одним российским игроком, с одним украинским игроком, с шестью поляками. Поэтому будем их называть, наверное, не будем им какой-то флаг прямо здесь давать. Virtus.pro. Virtus.pro. Это название говорит обо всём. Паранойя отошёл чуть назад. Он чем-то похож на Джоно Анонидзе из московского Спартака. Такой маленький, невысокий, но очень важное звено. И вот это самое главное звено. Ух, какой момент опасный. Пытались, пытались просто с аута сразу же довести мяч до ворот. Немножечко не получилось у Virtus.pro. Ух, ну по-моему, нарушение правила Паши. Бразильцы видно, что бразильцы более техничные, что бразильцы наиграли, скажем так, в футбол побольше, чем Virtus.pro. Но тут не всё зависит только от техники. Тут нужна и будет выдержка в первую очередь. Потому что несмотря на то, что 2 по 20 играют игроки для профессиональных спортсменов, это не проблема, но для киберспортсменов это может быть проблема. Итак, угловой. Самое удивительное для меня, я вам должен сказать, Вилат, что 0-0, что 0-0. Мы думали, что к этой минуте уже будет вообще голов по 5, но 0-0 это просто как настоящий футбол. И хорошо играют в защите. Вартери великолепные, конечно же, Паша Бицепс. Но пас был такой в расчёте на Джуниора. Джуниор очень хорош. Если Джуниор такой хороший, какой же Синьор тогда? О, эту команду тоже стоит опасаться. Так, ну вот Паранойя, мы видим, прессингует ещё на половине поля бразильцев. Отнимает! Давай Паранойя! Как? Нет! Это пенальти. Это пенальти, но это было не штрафной. Во-первых, это жёлтая карточка. Но я так понимаю, здесь они штрафную просто не нарисовали? Или это будет штрафной или пенальти? Сейчас посмотрим. Это будет штрафной. Нет, штрафная здесь есть, но потом маленькая. Его сбили Паранойю на входе. Какую технику показал? Посмотрите, прервал. И его зацепили сзади. Мы посмотрели видеоповтор. И бригада видеоповтора сказала, что да, штрафной был. Жёлтая карточка у Фелпса. Посмотрим, будет ли удаление. И четыре игрока в стенке. И будет больно сейчас кому-то. Итак, Кубен. Ну, разыграли Virtus.pro. Разыграли Virtus.pro. Не довели до удара. Но в итоге не получилось реализовать это нарушение. Да, контратака у нас от бразильцев. Мы посмотрим сейчас. И так, угловой. Ой-ой-ой-ой, как опасно. Опять-таки Глебки накрывает мяч. С острого угла пробивали. И... Слышите меня? Да-да-да. Всё, у нас звук восстановился. Прекрасно. Вот, видимо, так звукорежиссёры среагировали на эту попытку. Virtus.pro. Забить со штрафного. Не получилось. Игра начинает оживляться. Оживляются трибуны. Здесь не так много людей. Вот она попытка после углового. Вот так вот забить. И среагировал Глебки. Мы говорим про Глебки и про кепки. Но вышел человек в кепке. Это Тако. Почему он в кепке? А он привык. Он и играет всегда в кепке. А так ему нравится играть. Я только обратил на это внимание. Это правилами футбола запрещено. Да. Да. Вот, видимо, всё-таки это такая особая разница футбола. Так. Да-да-да. Спасибо режиссёрам. Всё нормально. Всё нормально. Тако, да. Так он любит играть. Тако в кепке. Тако хорош. У него техник какая. Мы уже только что видели. Ну, он в интервью сказал, что когда играл в школе, то был очень-очень неплохим игроком. Оп, смотрите. Оп, оп. И проблемы могут быть сейчас у Virtus.pro. Тако с мячом. Ну, потерял момент для удара. Вот Тако. А вы знаете, кто дедушка Тако? Нет. Я тоже не знаю. Но у него потрясающие гены. Это факт. Это действительно так и есть. Ну, Тако хороший в игре. Тако, вы знаете, очень часто выигрывает призы лучшего игрока на разнообразных турнирах. По Counter-Strike. Ну, и здесь мы видим, судя по его интервью, когда ты говоришь, что я был очень неплохим в школе, мы должны понимать, что это в бразильской школе. А в бразильской школе быть очень неплохим значит стать супер игроком. Какой момент был? Тако практически добил мяч наоборот, но не пробил. В российскую школу ты из нее выходишь, и там сразу песок. И ты начинаешь играть на песке. Сплошная Капакабана. Так прошло детство Тако. Кубен с мячом. Ну, не получилось что сделать. И в руку попал мяч за слэшу. Среагировал на это рефери. И дает свисток. Устали, устали игроки. И одной, и второй команды. Несмотря на то, что меняются. Половина первого тайма позади. Мы напоминаем вам два тайма по 20 минут. И вот уже 10 минут. И 0-0. 0-0, друзья. Ну, надо же. Но вратари. Еще раз отмечаю вратари. И, конечно, и Антач. И Глебки. Они великолепны. Так, ну, что будет делать сейчас ВП? Пытается по чуть-чуть, по чуть-чуть продвигаться. Тактический вход такой в зону, скажем так, как в баскетболе. Ну, и паранойя. Очень хорошо, ты говоришь, паранойя. Кубен. Кубен. Антач-то скинут себя. И теперь надо как-то постараться дать пас, но не получается. Здесь вот очень опасный момент. Это даже угловой, который ногою, не так опасен, как аут, который рукой. Да, там рукой можно черта лысого сделать вообще. Вот смотрите. Раз. Куда угодно бросить. Раз. И как кегли. И паранойя. Отдает на Пашу. Паша с мячом. Должен сбросить обратно паранойя. И почти отобрал у него мяч здесь. Игрок СК. Но остается он. Действительно, эти ауты с рукой, они супер опасны. Но, я так понимаю, нельзя бросать именно вверх. То есть нужно катить. Поэтому забрасывать на голову будет очень сложно. Мяч Джуниора. Джуниор, ну, теряет его. Хорошо заслаждает, что отрабатывал в защите. Они хотят тоже показать технику. Мол, не только бразильцы. Смотрите, а что. Вот эти ауты, они пытаются еще надурить друг друга. Снакс пытался технически обыграться. Невозможно продавить с Накса. Настолько мощный форвард. Не знаю, с кем его сравнить из футбола. Ну, девятый номер мы уже сравнили. Роберт Ливандовский. Роберт Ливандовский, да. Понимаете? По, скажем так, мастерству. Так вот она, вот она трансляция с головы рефери. Новые технологии в футболе вводятся тоже здесь. И штрафной. Они ничего не закрывают руками, в отличие от футбола. Потому что для них главное руки. Они руки, наоборот, убирают за спины. Гори все огнем. Главное сохранить руки. Какое наблюдение. Вы смотрите, действительно. Настоящий киберспортсмен всегда должен думать про свои руки. Тем более, видео-эдитер, как вратарь, для него тоже работа руками. Это очень важно. Так что спиной, что ли, развернулись бы тогда. Ну, да ладно. Virtus.pro не выходит сейчас с половиной поля бразильцев. Кубен, Кубен, неплохо. Сыграл, но не смог забить мяч ворота. Ну, и теперь контратака бразильцев не доходит. Паз до тако. Ну, какая хорошая Virtus.pro команда. Ведь, понимаете, есть вот такая какая-то предвзятость скоминетанская. Как-то бразильцы, мы сразу решили, что вот мы будем комментировать такую атаку бразильцев и оборону поляков. Ничего подобного. И те, и те одинаковые атакуют. И сейчас эти вообще застряли на чужой половине поля. Virtus.pro, смотрите, как они накатывают, накатывают и накатывают. Как вчера. Да, вчера в Virtus.pro не играли, но накатывали так точно. Так, ну что же, еще один угловой. Главы тоже опасные. Что делает судья? Нахал! Ах! Забрал. Ему сказали, что позвонили из FIFA, что это не соответствует футбольным правилам. Это несчастная кепочка. Кепочка. Взял, забрал вот так, унес. Ну, зато мы впервые в жизни увидим тако без кепки. Я думал, что это в принципе невозможно, но мы видим, ничего он там не скрывает. Просто любит ходить в кепке. Вот он тако со злости пробивал и зарабатывает угловой. Обратите внимание, трибуну-то аплодировали арбитру за это? Впервые на моей памяти вообще зрители аплодировали арбитру. Удор! Опять-таки опасно. Калдзера пробивал. Был один случай, когда судью ногу сломали. И вот они от радости зрители, значит, кричали, смеялись, аплодировали. Но один раз, а так никогда не хлопают люди. А тут какие добрые зрители в Кёльне. Да, мы видим тут на трибунах огромный баннер в виде польского флага Virtus.pro. И Polish Community, это польский фан-группа. Ну, а тут Снакс в атаке. Снакс может пробить. Снакс забил! Страшные силы и не менее страшной точностью удар. Снакс показал, как это делается. Вот он. Вот это имидж современного футбола. Посмотрите на него. Скоро таким будет футбол повсюду. Ну, вот долго-долго готовился он к этому удару. Вот мы видим, Джуниор вбрасывает аут сразу. Снакс подождал. Долго. Ну, что вы? Он, Вилат, он готовился к этому удару всю жизнь. Мне тоже так кажется. Не зря он в соседях сказал, ребята, я буду нападающим. И я буду сильным нападающим. И вот он, настоящий нападающий. Мы должны сказать, как его зовут. Как его назвали родители. Потому что они не знают, что он Снакс. Его зовут Януш. Януш Погожельский. Вот он. Януш открывает счет в этом матче. И Virtus.pro впереди. И действительно, мы еще вчера, когда обсуждали и со всеми специалистами. Так, атака Колдзера. Сравнивает счет Колдзера сразу же. Это Марселло Давид. 22-летний человек. Голджеладу, или как вы сказали, Голдзера. У него много прозвищ. Очень классно сыграл Колдзера. Вот он повтор. Смотрите, обыграл Пашу. И под штангу. Глебки тут ничего не мог сделать. Но ничего. И смотрите, повтор. Какие у нас сумма сойти. И прямо в угол. Вот не было ни гроша, да вдруг Алтын. Видите, может быть, подустали немножко команды. Раскрылись. И сразу мяч в одну сторону. Мяч в другую сторону. 1-1. Активизировались трибуны. Сначала был клик. Какие мы с Накс? И еще. Но это все. Это дубль с Накса. Януш. Януш. Посмотри. Януш. Он посмотрел на меня, девушки. Януш просто великолепен. Второй раз после аута. Вы посмотрите на него. Скидывает пяткой. Получает пас. Великолепная стеночка. И перебрасывает вратаря. Он может и хитро сыграть. Вы понимаете, что происходит, Милат? Не просто какой-то дубовый снайп. Раз и перебросил этого видеопродюсера. Мгновенно. Потрясающе. 2-1. Виртус ПРО. Януш понемножечку зарабатывает себе сейчас Лавры не только крутого игрока в Counter-Strike. Я не знаю. Я думаю, ему MVP матчи могут отдать, если он дальше будет так продолжать. Контратака может быть сейчас от Талеков. Но это слишком. Это вы знаете. Пришлось бы пробежаться. Да, лет на 15 назад. Так. Атака очередная. Атака с мячом отдает на Фолина. Фолин. Играет налево с Ферром. И потеряли мяч здесь бразильцы. Ферр очень редко на поле появляется. Больше, скажем так, греет скамейку. Но когда нужно подменить исполнителей, либо исправить ход игры, поменять тактику, его выпускают. 3 минуты до конца первого тайма. Слушайте, но я не перестаю думать о Януше, о Снаксе. Понимаете, бразильцы... Лучший бразилец сегодня Януш Погожельский на поле. Ой-ой-ой, чуть от своего не отскочило. Чуть от бицепса не попал в свои ворота. Попав в бицепс, мяч приобрел дополнительную силу. И полетел в ворота. Паша на Снакса. Снакс скидывал на Пашу. Ах, как скидывал Януш. Ну и Тако. Тако в атаке против Кубана. Тако пытается обыграть Кубана. И не получается у него. И мяч у Таза. Вот сейчас, в данную конкретную минуту, на поле 4 игрока из Sky, 4 игрока из Virtus.pro. Конкретно все игроки. То есть ни журналистов, ни владельцев команд нет на поле. 4 на 4, как и в Counter-Strike. Ну, вратарей мы не считаем. Кое-что остается за пределами камер. Потому что Тако подошел сейчас к арбитру и спросил, где моя кепка. Судья почему-то приложил палец к губам. Какая-то дополнительная интрига рисуется. Да, пока не выходил на поле Нео. Вот мне очень интересно, почему Филипп Нео Кубский, один из лучших игрок прошлого десятилетия по версии HALP-VOR, признан лучшим киберспортсменом прошлого десятилетия, на данный момент он пока не выходит на площадку. Хотя, если честно, то на футболиста по телосложению и так далее он походит больше всех. Вот он, Снакс уходит на замену и аплодисменты Снаксу. Ну да, дубль, дубль записал. Это удар неожиданно пробил Марселла Давид. Какой был пас сейчас на паранойю. И немножечко не хватило украинскому игроку Virtus.3 для того, чтобы оторваться. А это нарушение правил со стороны Виктора Войтаса. Предупреждение Тазу или Тазу? Как вы его называете? Тазу, да, Виктор известен. В частности, тем, что он самый возрастной из игроков. Старый Таз. Старый Таз. Так, ну вот мы видим. На этот раз тоже не прикрывали. Прикрывал лицо Паша. Он прекрасно понимал, что лицо тоже важно. Ну вот удар. Удар был неприятным, конечно. Паша бицепс перехватил водицу своих ворот. Не надо, не надо, Паша, не надо. Болельщики. Тысячи, тысячи болельщиков. Вот мы видим, что несколько болельщиков СК просто-напросто заставили целую трибуну. Польскую трибуну болельщикам Virtus.pro болеть за них. Ну и тут мяч прилетел нам. Наш шанс. Осталось ли время? Десять секунд. Ну, я не знаю, добавит ли рефери что-то к первому тайму. Какие правила здесь. Но есть еще возможность УСК провести как минимум одну атаку. Опасно очень. Будет ли пас? Пас, но за спину немножко. Полину. Все. И будет свисток. Уф, первый тайм. Вот это игра. И Virtus.pro идет 2-1. Вы слушайте. Виталий. Я не ожидал. Я не ожидал, точно. Ну, могу сказать так, что я ожидал, что игра будет очень односторонней. Что бразильцы будут, не знаю, разгромят соперника, что ли. Что счет будет в районе там 7-0. Но тут мы видим 15-17 минута. И Януш Погожевский не хочет, чтобы счет был 0-7. И Virtus.pro, вот он, вот он, герой первого тайма на ваших экранах. Да, вот когда Virtus.pro открыл, и потом бразильцы очень быстро, но СК гейминг быстро сравняли. И я говорю, вот это уже каунта страйка. Я думаю, сейчас начнется. И надо же, какой важный второй мяч Януша с Накса. И 2-1. И, по-моему, немножко обескураженные вот эти люди в белом, бразильцы. И хорошее настроение на скамеечке Virtus.pro. Много пьют. Это правильно. Роман Дворянкин, мы видим, сидит со своей командой. СЕО Virtus.pro, как всегда, поддерживает, болеет за своих парней. И вот Zslash.co.skgaming, мы видим, тоже дает руководство, скажем так, своим командам. Так, у нас сейчас будет интервью с героем первого тайма. Вот у нас СНАКС рядом и ведущий Себастер. Итак, СНАКС-машина включена. Скромный парень, говорит, смотрите, какой я толстый. Как часто ты тренируешься после этих 4 дня? Только за компьютером сидел. Только за компьютером. Ты два глаза бил? Как компьютер? Вот повтор первого. Показывает СНАКСу, собственно, повтор его голову. Он говорит, что это очень сложно мне. Он говорит, что я потею очень сильно. Вот он второй гол, расскажи нам про второй гол. Это классный гол, техника. Я показался, что умею. СНАКС-машина говорит, что это слишком, слишком легко. Это будет все равно. В финале 2-1 для нас. Он считает, что счет таким и останется, этот парень. Добрый парень из Кракова. Вы думали-то, что на силу, что пыром. А он нет. Повтор показал, что он фактически щечкой так пробил в уголок. Тас. Тас уполномочен заявить. Вечеринка у СКА вчера затянулась или как? Им не важно. Они могли там и долго быть. Они хорошие техничные игроки. И во втором тайме, я думаю, будет сложнее. Ты в очень хорошей форме. Да, тут рекламка пошла. Обуви адидасовские. Моя цель на второй тайм. Это я надеюсь, что они мне хотя бы один пас отдадут. Но я очень боюсь, очень боюсь что-то испортить. Да. Веселые парни. У СНАКСа еще попытался, Себастьян, спросить, ожидает ли он мейджор. Потому что вы знаете, что уже через 7 дней стартует важнейший турнир по Counter-Strike в этом сезоне. И проходить он будет в Кракове на родине Virtus.pro. И, понятное дело, что все там ждут этот турнир. Билеты раскуплены давно. И на родине Януша. На родине СНАКСа. Действительно, дома сыграть это очень-очень круто. Посмотрим, как справятся с Virtus.pro. В футболе они пока справляются очень классно. И во втором тайме им остается, не знаю, сыграть на удержание или же продолжать накатывать на бразильцев, не давать им возможности разогнаться. Я могу сказать, если тайм 20 минут, перерыв 10 минут. Это очень щедро. Добрые организаторы. У нас есть интервью. Почему бы нет? А вот он. Габриэль Таффиедо. Что ты думаешь про СНАКСа? Я не ожидал от СНАКСа такого, что он вообще творит. Он нереальный. Он говорит, им повезло в первом тайме. Если вы знаете историю СКА, то вы знаете, что мы никогда не сдаемся без боя, мы вернемся во втором тайме. Во втором тайме они реально увидят, что мы умеем. Какая твоя цель в втором тайме? Буду советы Неймара и Роналдо использовать. Да, назвал малоизвестные имена в мире киберспорта. Ну, на самом деле Неймар является огромным фанатом СКА Гейминг и фанатом Counter-Strike. Очень много фотографий у Неймара вместе с Фоллином. Он приезжал на тренировочную базу к СКА Гейминг. Они друзья большие. Поэтому действительно, может, что-то посоветовал им. Вчерашнюю ночь этот ведущий. Очень хочет выбить у бразильцев признания какие-то, что... Он жалеет, что он там не был. Наверное, да. Так, вот повтор с забитым мячом Кольдзера очень хороший. Ну, как Пашу обыграл. Легкий гол. Обыграл Пашу бицепса и говорит нагло так, что это такой легкий был гол. Ну, слушайте, Фоллен, Фоллен. На самом деле, мы почувствовали, что он совсем даже не Фоллен, а Still Standing. Никуда он не упал, как и вся его команда. Все нормально, он еще вернется, так как и СКА Гейминг всегда возвращается в игры, которые они проигрывают. Этим они известны. Ну, и будем надеяться, что в втором тайме они дадут бой. Я, кстати, не знаю, какие у нас правила в случае ничьи. Будет ли какой-то овертайм, либо серия пенальти? Мне сказали, что не будет ни овертайма, ни серии пенальти. Что тогда все будет как-то решаться по-другому. Ну, наверное, ничья будет? Не знаю. Или, может быть, они в Counter-Strike пойдут разбираться? Или как? Может быть, может быть, но... Так, ну, у нас будет еще одно интервью сейчас. Паша Бицепс, Ярослав Яшчембовский. Капитан команды Virtus.pro. Паша Бицепс. Паша Бицепс. И это моя вина. Я расстроен немножко. Ну, Паша Бицепс, ты же нападающий. Что ты там делал в центре защиты? Так что это не его действительно ошибка. Мы тут не... У меня все под контролем. Мы знаем, что делать. Я не буду просто лупить по воротам. Вот такие интересные бутсы у Паши. Зебра? Это он сам шил. Сам шил. У вас на логотипе медведь, а почему у тебя бутсы из зебры, а не из медведя? Нам нужно забить еще три гола, а мы должны им показать, что к чему. Как вообще в Бразилии нужно играть в футбол? Паша, как всегда, веселый, как всегда, отзывчивый, всегда дает интервью. Любимец болельщиков, даже не с Некс, а вот именно он, как реагировали на его шутки, трибуны. Паша Бицепс. Да, вот они болельщики Виртуз Про и болельщики из Австралии, мы видим, у нас тоже есть. На трибунах я этих ребят вчера видел в Лангсенс Арене. Они болели за местную австралийскую команду. Поэтому Паша Бицепс, прости, пожалуйста, Паша Бицепс, постеснялся сказать, что бутсы из Кенгуру. Ну да, действительно, это было бы некрасиво. Красиво. Ну, вопрос-то был тоже некорректен. Виртуз Про, медведь на логотипе, ну как он может играть в бутсах из медведя? Конечно, они же мохнатые такие должны. Нет, это явно не из медведя. Я видел много бутс из медведя, но они совсем по-другому выглядят, конечно. Бутсы из медведя? Из леса, да. Вот это интересно. Так, ну выходит на поле, мы видим, игроки двух команд. Кубен ближе всего к нашим комментаторским позициям. Сейчас пытается приловчиться к мячу. И Паша, видно, что устал. Но Снакс знает, что делать. А вы могли заметить, что нет в составе команды Виртуз Про одного из их игроков, в Counter-Strike состава Пьяуы. Он, видимо, очень плохо играет в футбол. Ну да, вот Филипп Кубский, вы говорили, да, который легенда Counter-Strike, игрок тысячелетия. Да, он на скамейке-то есть? Да, он сидит, он на скамейке ни разу не выходил. Ну, у Филиппа может быть проблема с тем, что, ну, все знают, что у него не самое лучшее зрение, может быть, из-за этого. Он в очках сидит, да? Да, он в очках сидит, да. В очках футбол разрешает, конечно, играть. Не всем, того же Эдгара Давица, если вспомните. Да, вы видели только что сайт, где вы можете находить медиа, видео и фотографии. Титр только что вы видели. Заходите туда, там абсолютно постоянно будут добавляться и интервью, и картинки, и все остальное. Ну что ж, мы готовы к началу второго тайма. А это у нас что, план? Это камера, установленная на голове судьи, да? Да, да, да. Как все видит арбитр? Вот видите, арбитр, как он шатко все видит, арбитр. Может быть, из-за этого у них ошибки. Может, он был вчера на вечеринке? Да, у арбитр, оказывается, все шатается перед глазами. Вот в чем все дело-то. Отныне никогда не будем обвинять арбитра. Никогда, и как им трудно? А как тогда стать арбитром, получается? Нужно, чтобы у тебя шатало, что ли, или как? Стать, как стать? Стать на голову, может быть, я не знаю. Теперь начинают, что характерно, начинают не те, кто начинал в первом тайме. И в этом может быть какая-то интрига. Фер пробил сразу же. И начинают бразильцы, и начинают активно. Им нужно отыгрываться, они это знают, они это прекрасно понимают. А у Фер, 17 номер, да? А у него полный Фер год, то есть Фер бог, да? Он, кстати, у меня, знаете, что я же готовился? Написано, что в игре, видимо, Counter-Strike, он рифлер. Что это такое? Он райфлер. Райфлер? А у меня рифлер написано. То есть он играет со снайперскими винтовками. Йоу, какие страшные люди здесь. Собрались. Ну, на самом деле, вот два игрока, известные этим, это как раз-таки Фер и Толедо, то есть Фоллен. Вот они, тут опасный был момент, но сработал опасно, Джуниор. А у людей, которые играют снайперскими винтовками, обычно самая быстрая скорость реакции и так далее, и так далее. И реакция там действительно просто невероятная. Там сотые доли секунд. Попытка была от Паши пойти в отрыв, немножечко не получилось, и выбивает мяч подальше вратарь. Бразильцы на отбой, ну, правда, это не бразильец, это немец. Немцы иногда играют на отбой, бразильцы, нет. Пока не работает бразильский этот немецкий микс, попытка опять была забросить на Джуниора, немножечко не получилось. И во втором тайме больше поверху играют пока команды, пытаются быстро перемещаться. Видимо, уже привыкли к размерам площадки, к воротам и так далее. Ну, Virtus.pro сейчас как-то от обороны. Они хотят, если не сохрани победный счет, ну, так осмотреться пока. У них преимущество в один мяч. Вот, Глебке что-то показывает своим Кубин. Вот таким прессингом на такой маленькой площадке. Ты сыгра, попробуй сыграй. Попробуй начни атаку. Он забрасывает на Кубина. Вот, вот, вот. И в одно касание нужно было туда, направо. Великолепно в защите отыграли бразильцы. И чей мяч? Да, мы видим, рефери показывает, что мяч ушел от Кубина. Ой, как красиво здесь за слэш сыграл. Ну, и сразу же был в атаке. Сразу же был в атаке Александр Мюллер. Но не смог забить. Ну, и вот он Снакс. Снакс на этот раз начинает глубже так в защите. И проблемы могут быть у Виртуз Проб, то, что перехватывает Кольцзера. И тут же Снакс в отборе. В отборе и в отботке. Ой-ой-ой, Снакс. Страшный человек. Аккуратно у борта. Здесь мы сидим. Мы совсем у бортика. И игроки все слышат, что мы говорим. Вы знаете, в большом футболе это проблема для крайних защитников, полузащитников. Потому что остальные-то не слышат тренера. Там не докричишься, что они от трибуны. И вся критика все обрушивается на человека, который играет по этому плану. Он мечтает, когда закончится первый тайм, чтобы уйти подальше от тренера. На другую половину поля. Да, и действительно, и людей с трибунта может слышать, когда играешь на выезде. Я думаю, это не самое приятное всегда ощущение. Здесь, да, здесь мы можем подсказки давать игрокам. Они прекрасно понимают русский язык, по крайней мере. Поляки, что все услышат. Ну, они без нас разберутся. Ну, что же, штрафной. И Паша только в стенке стоит один. Но разыгрывает мяч. Часка, Кольцера, пас, и пяточкой пытался, заканчивая здесь Фер, но не получилось у него. Ферго, Фернандо Альваренга. Настоящее бразильское имя. Так, ну и вбрасывает Глебке Паша. Опасно, против него Кейн играл, но... Так. В чем дело, Паша? Претензии к Паше. И Паша просто как овечка. Посмотрел на арбитра. Шевельнул бицепсом. Извинился. Шевельнул бицепсом, и судья не стал доставать желтую карточку. Так, СК Гейминг. Четыре минуты второго тама уже прошло. 2-1 они проигрывают, им нужно что-то делать. Им нужно играть активнее. И пытаться хотя бы пробивать по воротам. Но неприступна крепость Виртуз Про сейчас. Не добраться до ворот. Ну и там еще не забываем про Глебке. И Снакс занял место в обороне уже. Вот он за его спиной. Сейчас тут бегает такой невысокий бразилец. Не обратили внимания на это. Но тем не менее Аут бросает Виртуз Про. Пошли, пошли, пошли. На месте опорника или даже центрального защитника Снакс. Вот смотрите, единственный, кто на своей половине поля. Вот пока мы идем на второй тайм. Я понял его план. Он пытается неожиданно сыграть. Чтобы на него не обращали внимания. Он такой маленький, незаметный. Да незаметно сыграть. Это сложнее всего Снаксу быть незаметным на поле. Так, ну вот Снакс. Снакс занял позицию уже. Он с этой позиции приблизительно занял, забил первый, второй гол. Поэтому, наверное, ждет очередную передачу. И будет разбираться. Ну, на ваших экранах еще раз трофей. Который достанет в команде победившей в этом матче. Так, с мячом Кольдзера. Хорошо он пробрасывал на заслеша, но не получилось. Немножечко и Паша! Паша! Мы видим, что нарушил правила Кольдзера в отборе. Паша очень хорошо так прорывался. Как Кольдзера отскочила от пашного бицепса, как от резинового. Еще заработал штрафной Кубен. Кубен может пробить. Но Кубен будет бить поворотом. Сейчас посмотрим. И навешивает. Ну, попытался так вот верхом, но, к сожалению, так не работает. Вы понимаете, что на ваших экранах совместное время, общее время матча. То есть 26-ая минута всего матча. Потому что второй тайм тоже 20 минут. Ну и 15 минут всего осталось. Очень мало времени-то у SK Gaming на самом деле. Хотя на такой площадке за 15 минут можно много забить, по-моему. Не всегда нам видно, что происходит возле этого борта, к сожалению. Но для этого есть трансляция. Клепка смещен. Вбрасывает сразу в центр. Тут Паша. Паша во втором тайме разыгрался. Начал идти в обыгрыш. Начал наглее играть. Наглее немножко начал играть. А, и вот нам сейчас дают, вы можете слышать звуки с микрофона Паши опять-таки. Главное, чтобы он не ругался. Так, треск его бицепса. Внимание! Джуниор бьет, перекладил его Паша! Паша еще! Вот это атака! Это было очень опасно. Это был невероятно опасный момент. Смотрим повтор. Вот он, Джуниор, с мячом пробивает. И действительно, перекладина спасает. Взять было невозможно, потому что еще рикошет. Вы видите, все. Уже был отыгран. Антач бросился в правый угол. И перекладина спасла. Ничего себе! Так, с Нагса быстренько, быстренько забросили мяч. Слушайте, Паша! Паша! Паша, выхватывай один-один! Да! И Паша положил просто в уголок. Вы знаете, я от него почему-то ждал удара разрывающего сетку. А он технично в самый угол. Как эти польские монстры, гиганты, не обязательно бьют на поражение мощно. Они закатывают, тонко закатывают мячи. Посмотрите, что мне говорю. Как, видите, он ждал, он ждал. И контратака, и великолепно. Никаких шансов для вратаря. Паша бицепс. 3-1! Что творится в Кёльне? Это действительно уже серьезные проблемы у бразильцев. Паша забил. Паша обещал в фейсбуке своем, что он забьет обязательно. Паша забил. Но он еще обещал забить через себя. Посмотрим, получится ли у него это. Я бы на это посмотрел. Так, паранойя опять появляется у нас на площадке. И за него мы как-то напаляем. Вот он паранойя с мячом. Будет ли сбрасывать паранойя Паши? Пытался сбросить Паша бицепс. Но, вы знаете, ждал. Кейн ждал, что будет передача. Поэтому он даже как-то оставлял время для прохода, место для прохода паранойи. Потому что почему-то он знал, что паранойя не пойдет, что будет пас. И перекрыл направление передачи. Очень хорошо. Тонко сыграл защитник команды SK Gaming. Смотрим на попытку SK. Пашу, по-моему, нужно подменить сейчас. Потому что Паша не возвращается в защиту. Здесь это быстренько-быстренько наказывается. Все еще мы ждем, когда появится на поле хотя бы один раз Нео. Должен он выйти. И попытка хорошо, хорошо пытались сейчас в ближнюю штангу опять-таки пробить. Но глебки на месте. Надеются они на своего вратаря. Потому что сейчас в этом моменте они двух человек при атаке SK Gaming. Virtus.pro оставили впереди на подхвате мяча у линии центральной поля. Видите, оголили свой тыл. Но, видимо, могут рисковать, когда такой вратарь. Поймали кураж уже в ВП. Мы видим, по разным флангам атакуют. И чувствуют, чувствуют, что победа у них в кармане. Нужно дожимать. Вот в перерыве сказал, что три мяча нужно забить в ВП для того, чтобы чувствовать себя спокойным. Имеется в виду во втором тайме. Пока забили только один. Опасно играл сейчас в глебке. Перебрасывал Мюллера. Но атака ВП. Паша. Пробивает Пашу. Ну вот таких ударов я от него уже ожидал. Паша вот более работает, но с нарушением Павел. Ну и мы слышим, Паша к Кубину только что обращался. Вручь, вручь возвращайся в защиту. Видимо, у самого Ярослава уже силенки на исходе. Что это вручь, вручь, вручь это шло? Вручь возвращайся, возвращайся. По-польски? Да. Вы знаете польский? Да, посчастливилось. Ну и попытка была от паранойи ударить, но... Паранойи даже по движениям похож на Джанона Ницца. Тоже ж такой. Иногда падает при ударе, потому что мяч тяжелее его. Продолжаем смотреть за попытками бразильской команды отыграться. И пока получается у них тактие. Вот Фелпс вышел на площадку. Фелпс, ой, как опасно было! Штанга спасает Видзова! Ну вы понимаете, я же об этом говорил. Они сознательно почему-то идут на ослабление своей защиты. Они Пашу Бицепса держатся в чужой половине поля, чтобы ему сделать передачу. Хорошо, где у нас так прошло. Я уж серьезно анализирую. Смотрите, их меньше. Где Паша Бицеп? Паша Бицеп, да, конечно, если мяч к нему дойдет, будет гол в ворота СК Гейминг. Но здесь-то не хватило защитников, не хватило. Тактическая ошибка. И здесь мог быть гол. И вот потом. Но это, конечно, разобрался. Гол, Джеладо. Как вы его называете? Калдзеро. Калдзеро, да. Калдзеро действительно сыграл классно. И второй гол забывает Калдзеро. Кстати, в моменте, когда он пробивал Калдзеро, к сожалению, травмировался паранойя. Поменял его сейчас таз вместо него выше. Опасный был сейчас момент. Ну, желаем, конечно, здоровья. И надеемся, что ничего серьезного там не случилось у паранойи. А я, кстати, не знаю. Я вот не спросил у организаторов. Вилат, а где сидят эти люди с джойстиками, которые управляют игроками? Где они? Я что-то их не вижу. Что-то я их не вижу. Они же не сами бегают. Кто-то бы с геймпадами. Вот было бы хорошо посадить двух там, я не знаю, директоров организации, чтобы они сидели с геймпадами. Да, я вижу. Я думал, что так и есть. Ё, давайте сначала начнем. Я бы по-другому тогда все это рассказывал. Да, на самом деле я вижу, что там медицинская помощь уже подошла к паранойи. То есть это показывает, что они живые люди. Даже они нуждаются медицинской помощи. Это подчеркивает. Ребята, несмотря на то, что вы смотрите это на Twitch TV, на Twitch TV вы привыкли смотреть обычно киберспортивные соревнования. Это реальные люди, это реальные игроки играют в футбол. Как бы это ни было удивительно. Это нужно было с самого начала объяснить. Попытка была от Фолли на пробит, заблокирована Паша. Опять-таки Паша. Но на этот раз против него отыгрывает Фелпс. Паша отдаст ли пас на Таза? Паша пока не отдает на Таза, но уже поздно. И пробивает! И какой гол! А вот теперь эта тактика оправдала себя. Вы понимаете? Ну вот что поделать? Великолепно! И забивает второй мяч и тоже делает дубль, как его товарить по команде с Накс. Паша Бицепс! Ну трибуны люкуют! Просто это не Паша, это Папаша! Великолепно! Действительно, Папа! Какой удар! Пытался, пытался. Антач-то этот мяч вытащить не получилось. Паша Бицепс забирает славу с Накса. Он в интервью сказал, что нам нужно забить три гола во втором тайме. Он уже два забил. Будет ли хитрик у нас в этом матче? Посмотрим. Паша хоть и устал, и в защиту не возвращается, и только что чуть не наказали бразильцы команду Virtus.pro. Но у Паши, ну не смотрите, у него же бицепсы везде. У него не на ногах бицепсы. У него бицепсы на пальцах ног. Он весь один, большой бицепс. Как это отражается в Counter-Strike? Вот такая сила, человеческая мощь. Вообще никак не влияет. Но на самом деле Паша в многих своих интервью рассказывал, что он проводит там по два, иногда по три часа в день в зале. Занимается. Ну, по нему это прекрасно видно. И если следить за его сетями, видно. Он говорит, что это ему помогает сконцентрироваться потом на игре. То есть то, что, ну, зал, зал, грубо говоря, он убегает от всего мира. Для того, чтобы сконцентрироваться на игре, подготовиться лучше. То есть вот в этом плане ему зал помогает. Да, 4-2. Мы видим, что 34-я минута идет. И значит у нас сколько? Совсем мало времени. Совсем мало времени остается. И вроде бы снова SK Gaming. Подобрались, подобрались. Сократили разы до минимума. И тут Паша бицепс. Так, ну что ж, с меня чем Кубин? Пытался, пытался он Кейна обыграть. Не получилось немножечко. И опасный был сейчас момент. SK в атаке. Ползера отдает на Кейна. И в отборе неплохо работают поляки. Но... Австралийцы, кстати, оживились на трибуне. Наверное, потому что у них утро наступило. Вот, скорее всего. А, вот в чем все дело. Проснулись ребята. Ну, я удивлен. Действительно, они прилетели из Австралии сюда, в Кёльн, посмотреть турниры. И остались. Ради Маччай. Опять штанга спасает. Команду Виртус Про. Кольдзера. Мог сделать сейчас Кольдзера. Хетрик. Повтор интересный. Смотрите, пошел, ушел в угол. И пробил. Нет, даже не штанга. А и штанга потом. А сначала-то глебкий, а потом штанга. Если бы не глебкий, мне кажется, счет сейчас был бы что-то в районе 4-6 в пользу SK. Но вратарь, российский вратарь команды Виртус Про работает просто шикарно в этом матче. Ну, антач. Туэска гейминг тоже выручил не раз. Вот головой джуньер. Смотрите, и снова. Я же говорю, что поляки-то умеют принять на грудь. И любят. Вот просто это сейчас показал. Паша, я был уверен, что он сейчас после приема на грудь, он будет бить через себя. Потому что он много-много кто ждет от него вот этот удар через себя, но не решился, не решился. Я думаю, что он после приема на грудь закусит. Удар. О! А вот это прием, всем приемом прием. Глебки. Видите, он хочет сразу начать атаку. Сразу, сразу. Но бросает по центру. Джуниор. Джуниор. Паша бицепс. Вообще подустал, по-моему, Паша бицепс. Пашу надо менять. Но с другой стороны, посмотрим, чем закончится атака. Кольцзера. Успели, успели уже игроки Virtus.pro вернуться в защиту. Удары. Могли, могли тут рассчитывать на рикошет. Пашу действительно нужно менять, но мы видим, что у Virtus.pro есть определенного характера проблемы. Потому что Снакс вот сейчас выходит. Он тоже подустал, но выходит на последние 5 минут. Паранойя травмирован. Ну а Нео почему-то не играет. Ну, может быть, тоже травма. Был шанс забить сейчас третий мяч команды SK Gaming. Осталось 4 минуты. Они прекрасно понимают, что им нужно наваливаться сейчас. Но SK Gaming очень сильный в клатче. Мы это знаем. Что эти ребята любят последние, в решающие, в самые важные минуты любой игры. Будь то Counter-Strike, будь то футбол. Переворачивать и выигрывать. Кейн на ваш экран, же легенда, отец-основатель компании. Да, один из отцов-основателей. И как сейчас бил прицельно в дальний угол. Мне, честно говоря, вот жалко, что не попал. Очень хороший был удар. Но это ответ Снакса. Будет ли хет-трик? Еще одна интрига. У нас три игрока, которые имеют дубли на своем счету. Кальцера, Паша и Снакс. И кто-то из них должен забить третий. Потому что непонятно, кому отдавать приз лучшего игрока матча. Как это, собственно, принято на турнирах по Counter-Strike. Да, здесь сразу несколько претендентов. Но посмотрим, что сделает Кейн. Кейн идет. Великолепно. Вот это так. Вот это так. О, друзья мои, как они разыграли. И Тако сделал передачу. Кейн все начал, получил. Легенда. Это действительно. Смотрите, смотрите в обводке. И пас. И получает мяч тут же. И получает. Это гол любой футбол украсил бы. Любой. Ну, смотрите. Вот это уже действительно по-бразильски было сыграно. Несмотря на то, что Кейн как бы немец. А Тако бразилец. Но тут, мы видим, классно все делает СК-гейминг. Ну и вот она интрига. Вот она интрига. Три минуты до конца игры. 4-3 в пользу Virtus.pro. Ну и начинает бегать очень серьезно СК. Они понимают, что нужно, нужно, нужно Virtus.pro заставлять быстрее все делать. А Таз не спешит. Тазу выгодно не спешить. А судья ему говорит побыстрее. И вот упускает мяч с Накс. Начали нервничать. И Кейн. И Кейн забивает. Вы смотрите. Легенда. Друзья мои, это потрясающе. Это Денджамин Райхерт. Это потрясающе. Вот он человек. Вот он, возможно, игрок матча. Вы знаете, он все сделал в нужный момент. Вот это да. Мне кажется, слишком расслабились поляки. Потому что 4-2, они уже посчитали, что они выиграли эту игру. Но на самом деле, вот они СК. Они же всегда, всегда отыгрываются. И кому, как ни полякам, это знать. И уже 4-4 в атаке по-прежнему команда СК-гейминг. Ну, если он сейчас забьет третий, это как-то будет фантастика. Вы смотрите, как он прибавил Кейн. Как будто он берег силу на протяжении всего матча. И выстрелил в нужный момент. И вот сейчас пропустил под ногой. А такое было бы. Ну, ответь, ответим. Снакс. И вдвоем набрасываются на большого, как маленький, индусы на слона. Ух, опасное нарушение правил. Прорывался, прорывался Фелпс у нас. И свалили его в последний момент. Так. Монор, мы слышим Фоллим, говорит. Один, один еще нужно забить. Так, скидывают. Ну, тут, конечно, тут, конечно, The Slash ошибочку допустил. Могут сейчас реализовывать этот момент. А, кто делал пас-то? Кейн делал. Кейн опять. На дальнюю штангу. Краткое руководство, как стать игроком матча за 5 минут, показывает нам Кейн. Действительно, оживился он во втором тайме. И под конец второго тайма играет очень хорошо. Попытка передачи на Кубы. Она была. Тако. Тако быстро врывается. Ближе к воротам команды Virtus.pro. Но отыграл бицепс Паша в защите. И это пятый гол. Смотрите, смотрите, что происходит. И этот человек, The Slash, который только что, и мы сказали, Эх, да, он промокнулся. Он, возможно, решает исход матча. Потрясающе прибавили футболисты ССК Гейминг к концу. Ну, потрясающе. Вы смотрите, это фолл и нарушения. Последняя минута игры. И мы видим, спорят сейчас с рэперием. Нам показывают с аута. Опять бросают. И не успел Глебке среагировать здесь. The Slash забивает пятый гол. Последние минуты. Последние мгновения этого матча. Virtus.pro проигрывает. 5-4 выигрывая. За 4 минуты до конца. 4-2. Они проигрывают. Вот она контратака. Опасный момент. Джуниор пытается перебросить вратаря. И врезается вратаря. Но это не помогает. И одна секунда. Все. Судья смотрит на секундомер. У него есть право что-то добавить. И вот сейчас может быть ответная атака. Или нет. Нет. Аутбуд сбрасывать белые. СК Гейминг. Они выигрывают 5-4. Сумасшедшая интрига. Этого не может быть. По-моему, объявили, что 2 минуты было добавлено. Только что удар Глебке. Глебке бросает. 2 минуты добавлено, да? Я не услышал точно. Но только что объявили. По-моему, 2. Ну, посмотрим. Посмотрим, как оно будет. В любом случае, последнее мгновение этого матча на наших экранах. Сейчас Макс. Но Кольцера быстрее. Джуниор. Ну, туда, вперед. Давай, давай. Навес на ворота. И там поборитесь. Сейчас нужно бить. Сейчас нужно бить по воротам. Паша. Паша теряет. Здесь же Кольцера. Кольцера. Кольцера выходит 1 на 1. Кольцера обыгрывает. Нет, не обыгрывает он вратаря. Глебке великолепен. Просто положил ногу, как щиток, как хоккейный голкипер. И финальный свисток. Вот это да. Но, друзья мои, никто мог ожидать. Первый тайм закончился с счетом 2-1 в пользу Virtus.pro. И они продолжали атаковать. И 4-2. И такая бразильская концовка. Бразильско-немецкая концовка. Как сыграл Кейн Бенджамин Райхерт. Какой был гол последний. Ну, ребята, слэш. Вот это матч. Но два сооснователя СК Гейминги решили исход этой игры. Кейн и The Slash. 37-я, 38-я и 40-я минута. За 3 минуты до конца. Virtus.pro. Вели 4-2. И были фактически, наверное, уверены в том, что кубок у них в кармане. Ну, вот Паша с Фоллином еще раз обнялись. Поздравил Паша Габриэля Толедо. СК продолжает выигрывать. СК вчера защитили свой титул. Футболками, конечно же, будут меняться ребята. Микрофон Фоллина немножечко задувает. Ну, ничего страшного. Да, два основателя все решили. Надо же просто два организатора. Талантливые люди, талантливые во всем. Какую яркую фразу я придумал. Какую же фразу родил этот матч. На штажерке. Ну, что же, и вот он, вот он, Александр Мюллер. Мюллер, Зестеш, автор победного мяча. С детьми своими, Александр. Немецкое имя, настоящий Мюллер. Ну, кто еще мог забить, если бы не Мюллер? Управляющий директор компании, Мюллер был и у бразильцев тоже. Короче, здесь все переплелось, а? Так, ну что ж, сына и дочь Александра. И только что он ответил, что мне россияне сказали перед этим матчем, что если в команде играет Мюллер, то мы проиграть не можем, в принципе. Само интересное, что сын и дочь лучше его играют в Counter-Strike. Это естественно. Я уверен на 100%, что так оно и есть. Ой-ой-ой-ой, Зестеш говорит, ну для нас это ожидаемая концовка, для Virtus.pro тоже. Проигрывали 2-4. Что ты говоришь, директор? Нам показывают этот самый гол. Второе трофе за 2 дня. Вчера 15 тысяч зрителей в Лангсэнкс-арене смотрели нашу победу. Сегодня больше людей пришло. И мы очень рады, что второй титул за 2 дня СК Гейминг зарабатывает. Ну и Паша, Паша сейчас подойдет. Ты расстроен, Паша? 4-2 вы ввели за 3 минуты до конца. Мы друг друга подначивали, говорили, давайте забьем больше, но в футболе все происходит. Все может произойти в любой момент, в Counter-Strike, в футболе. Что ты можешь сказать про фанов? И как всегда у нас самое большое количество фанов во всем мире. Спасибо вам огромное, что вы ездите. Это была шикарная игра почти от Паши Бицепса. Я хочу реванш, я хочу реванш. Потому что, ну, я думаю, скоро будет просто турнир. Неужели в прямом эфире мы сейчас? Да-да-да, вот он, все уже перемешались, все в черных майках, кто в белом. Но вот они снова говорят об этом с Фолленом, да, что нужен реванш. Они договорились об этом матче. И, видите, переоделся бразильский игрок уже в форму Virtus.pro. Может быть, они думают о сборной, о какой-то символической сборной. А сборной, которая будет играть с инопланетными цивилизациями. Ее-то надо будет рано или поздно собирать, на такую сборную. Ну, действительно, огромная история дружбы этих двух парней. И спора в интернете выросла вот в такой великолепный матч. Ну, без привлечения это действительно историческое событие для киберспорта. Потому что это должно быть. И я думаю, что если в следующем году мы не получим конкретно реванш этого матча, то какой-то мини-турнир среди всех команд участников, которые приезжают на киберспортивый тренинг, это круто. Вот он, паранойя, выходит на поле, вы этого, к сожалению, не видите. Уже нога у нее перемотана, травмировался. Посмотрите, мы думаем, что паранойя самое страшное, что может с ним случиться. А тут нога. Жалко парня, жалко. Команда Virtus.pro говорит, спасибо своим болельщикам, которые пришли. Ну, и действительно, они поддерживали очень хорошо своих любимчиков, но... Кстати, они подвели так паранойю. Там сейчас спрашивают, все у тебя ли хорошо с ногой. А ведь, ну, ничего страшного, буду жить. Просто наступил СНАКС. Знаете, если бы СНАКС наступил на голову, простите, на ногу паранойя. На голову, это вообще страшно. Это действительно страшно было бы. Ну, и сейчас у нас будет церемония награждения финалистов, скажем так, и чемпионов. Куда же без этого. Выходят обратно на поле игроки команды SK Gaming. Как всегда, так вот с бразильским флагом, как и на всех турнирах. Спасибо еще раз от зрителей. И сын вынес немецкий флаг своему отцу. Ты забыл. Они вернули майки. А нет, нет, вот остался, мы видим, Габриэль Толедов, Фолин остался в черной майке. Фолин поменялся с тазом майками, я вижу таз как раз в майке Фолина, и наоборот, как это мы привыкли видеть в конце футбольных матчей. Ну и должна сейчас начинаться церемония награждения. В женском футболе я очень люблю этот обмен футболками. А они меняются с футболками в женском футболе? Конечно, конечно. Они как-то никогда не показывали. Я не так уж много смотрел женского футбола. Нет, я тоже не видел, но я просто в этом уверен абсолютно. Ну должны, должны. Может, может, как-то потом. Ради этого вся игра, собственно. Ну, собственно, да. Зачем еще смотреть женского футбола? Собираются тысячи на трибунах. На самом деле на чемпионате мира по женскому футболу, который был в прошлом году в Канаде, я не помню, был чемпионат мира, и там было много зрителей. Может быть, скоро будет чемпионат мира по футболу среди киперспортсменов. Почему бы и нет? Много женщин в Counter-Strike? Да, да. Есть целые женские турниры, и мы знаем, что... Я имею в виду не персонажей на экране, а те, кто играет. Да, 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 да. Есть турниры, очень сильная команда. В России была Маус Спортс. К сожалению, сейчас она не функционирует чемпионки мира. Девчонки российские были. Сейчас они работают кто комментатором, кто... В Comedy Woman многие... Не уверен, не уверен. Ну вот они серебряные, скажем так, медали, которые вручают. Вот организаторы в команде Virtus.pro. Джуниор. Аналитик этого состава польского. Грустный, грустный аналитик. Грустный. Да, турнир этот не задался, и поездка в Кёльн вообще у поляков не задалась. Не смогли они выйти из группового этапа на самом турнире ESL Colony. И заняли в итоге 9-е и 12-е место на турнире по Counter-Strike. Ну и проиграли здесь в финале. Глеб привезет в Россию серебряную медаль. У нас последняя была в 88-м году. Команда Лобановского. Великолепная была команда. Да, великолепная была сборная. Тогда разве? В серебро в последний раз, да, в 88-м году? Да, когда голландцам проиграли в финале. С тем самым голом ванпастера. Да, 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 совершенно верно. Ну и награждается сейчас медалями победителей. Команда SK Gaming. Фелпс, Кальзера. Ну сейчас в Бразилии, если кто не смотрел, сообщить. Наши выиграли 5-4. И бразильцы говорят, что так мало. Понимаете? А они бы видели, как все развивалось. Ну, надо нам, наверное, как-то... Организаторы не будут определять. Все-таки лучшего игрока матча нужно определить. Паша Бицепс 2 гола, 2 гола Снакс, 2 гола Кольдзера, 2 гола Кейн, 2 очень важных гола. Вот я даже не знаю, кто был лучше. Невозможно. Такого действительно... Ну, чудо у нас происходит, потому что бразильский и немецкий флаг стоят вместе. И на фоне тех самых легендарных 7-1, которые случились 3 года назад. Приблизительно в эти же дни. Ну, чуть-чуть раньше. Хотя, может быть, и в эти дни, как раз где-то 8-го или 7-го июля это было. Ну, и вот он, чемпионский кубок СК Гейминг. Становится победителями первого в истории футбольного мини-турнира матча среди киберспортсменов. Но уже растут, растут достойные соперники, ребята. Я знаю, кто-то из них сейчас сидит у экранов и смотрит этот матч и говорит, ничего-ничего, я уже готовлюсь и в Counter-Strike, и в большой футбол. На самом деле, как ни крути, они легенды Counter-Strike. Они выиграли очень много турниров, выигрывали мейджоры. Не самых титуловных игроков в киберспорте, но любой бразильский мальчишка мечтает над головой поддержать футбольный кубок. Это однозначно. И, наконец-то, их мечта сбылась, скажем так. Что же такое в Бразилии? Что они там едят такое? Причем они сидят с этими своими компьютерами, там же, в песке, на Кабакабане. Песок лезет в глаза, в уши, засыпает аппаратуру в мышку. Мышка вся в песке. И такие результаты, как в футболе. Поразительно. Да, ну что же, SK Gaming еще один кубок отправляет в свой офис, который, напомню, еще раз находится здесь, в городе Кёльн. Здесь же и тренируются в последнее время бразильцы. Потому что, ну, большинство турниров в Европе. И тренироваться, конечно, тоже нужно в Европе. Ну что, мы будем понемножку заканчивать наш репортаж. Виктор Лебедь-Гусев, как вам первый ваш репортаж с киберспортивного футбольного матча? Спасибо, Виталий Вилат-Волочай. Спасибо большое. Во-первых, очень приятно было комментировать вместе с вами. А во-вторых, мы увидели по-настоящему большой футбол. Посмотрите на этих больших людей. И какая необычайная интрига. И, конечно, я вспомнил, как 11 лет назад я здесь комментировал чемпионат мира по большому футболу. Но сегодня это было, как мне кажется, не менее интересно. Спасибо киберспорту. Да, я надеюсь, что мы будем видеть киберспортивные события все чаще на футбольных стадионах. В частности, например, в следующем году чемпионате мира в России. Это было бы классно. Ну вот, и на этом мы прощаемся с вами и передаем слово Себастину. Спасибо, друзья. Берегите себя. Спасибо.